Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, всех поздравляю с праздником Днём Памяти Преподобного Давиды Гориджинского. Я думаю, что сегодня, когда здесь полон храм, народу, который специально пришёл прославить Преподобного Давида Гориджинского, о нём много говорить не надо. Потому что если пришли почтить его память, значит, мы его знаем. Для нас он родной. Мы с вами помним, что Преподобный Давид Гориджинский вместе с Иоанном Севдосийским в середине VI века по благословению Божьей Матери пришёл в Иссирию в Грузию. И эти отцы-севицы стали основателями грузинского монашества. Так и Преподобный Давид Гориджинский сначала подвязался в окрестностях Убилиси, сейчас в самом центре Убилиси. После себя он на этом месте оставил целебный источник, которому почти уже полторы тысячи лет прибегают все грузинские женщины. Если бы не были свои различные немощи. Особенно по вопросам неплодства. По вопросам деторитов. В последующем Преподобный удалился на самую границу Грузии. Местность, которая сейчас называется Гориджей. Урединённое место, предназначенное для молитвы. Там, в пустынной местности, где и воды-то толком нету, это потом, по молитвам Преподобного, там открылся источник слёз Давида, который, в котором, если мы в пещере этой, по каплям, в сутки собирается, ну, в зависимости от сезона года, от сорока до ста литров воды всего лишь. Преподобный отличался великим смирением. И когда он пришёл поклониться Святому Граду и Упсалину, то он проделал долгий-долгий путь. Но, взойдя на Виржимус Кополис, откуда открывается вид на Святой Град, он посчитал себя недостойным войти в Град, где ступала нога Господней. И сказал, что ему довольны. И того, что он издалека увидел Святой Град. Отправив своих спутников, помолившись, он наклонился из-под ног, взял три камня, как в отгробе Господа. Но потом, и у Солюстову Патриарху явился ангел Господень, который сказал, что этот смиренный монах в этих трёх камнях унёс всю благодать Святого Града. И велел, чтобы благодать Мусолюба не осудела, послать Скорохода и попросить преподобного вернуть два камня обратно. Вот один камень. Преподобный Сынки принёс Сынки в свою лавру троекратное поклонение в лавре этому благодатному камню считалось равным к поклонению этого Бога Господа. Этот благодатный камень сам не прошёл, сам не сквозь века. И сейчас является одной из величайших святых грузинской православной церкви. В Грузии преподобного Давида почитают так, как мы почитаем Сынки в Николай. И нет случая повода, по которому к нему не обращаются за помощью. Наши. После того, как было целый ряд чудес помощи страживающим женщинам по молитвам преподобному Давиду Горежийскому, мы больше когда обращаемся именно обращаемся в женских правах. Вот помощи много. И я думаю, полный храм сегодня, он красноречиво говорит о помощи подобного Давида. Но, к сожалению, как и с другими святыми, мы часто, получив помощь в проходе мира. И вот мне хочется и сейчас вам рассказать одно из последних свидетельств помощи преподобному Давиду Горежийскому, которые мне и семьи передали вот только что 19 мая. Одна женщина, которая Семгей виспортно от чистых прудах во время своей беременности Семгей ходила в женскую консультацию, если кто знает, номер 6. Естественно, мимо храма Святой Троицы на грязи каждый раз Семгей заходила в храм и просила о помощи преподобного Давиду. Вот 16 марта она благополучно родила самую здоровую девочку и полное счастье материнства в заботах о дочке она как и исполняется. И вот ровно через два месяца 16 мая она видит сон. Она в какой-то маленькой маленькой белой церквушке которая только что строится ей доверили расписывать этот храм. И вот она сидит посреди храма на скамеечке лоточке или на юбке в руках у нее кисть и краски и тут входит в самый храм одна бабушка тихо к ней подходит и на ушку ей шепчет вот ты тут пишешь Господа и святые а Давида это ты забыла а она а она а причем тут Давид Давид когда рожала и тебя не видела ты это не видела а ведь он все время рядом с тобой рядом с тобой вот после этого она тот же если бы не прибежала в храм так чтобы поблагодарить преподобного Давида и оставила с тобой и вот так к сожалению мы часто тоже получив помощь забываем и проходим хотя и преподобный Давид память которого мы сегодня с вами все празднуем и другие святые они нас помнят нам усиленно помогают но всем нам желаем чтобы мы никогда не оставались неблагодарны и все еще раз празднуем я особенно хочется поблагодарить отцов священников которые в этот день нашли возможность вместе с нами разделить радость и революции поздравить еще раз всех вас с праздником преподобного Давида Горечисто и поблагодарить всеми нацов наятеля за приглашением послужить в этом святом храме первый раз в этом храме так вот рядом с руком как если не приходилось служить здесь и вот я очень благодарен самостоятельству за приглашение и надо сказать что внутренне чувствуется благодать в этом храме и благоговейное служение и в алтаре и благоговейное устояние и моление в храме и пение от души чувствуется что боюсь и от души и ваду чемпион и так это нам явно и это помогает молиться и стоять у Христова Божия с возвышенными чувствами я сердечно благодарю всех вас и особенно хочется отметить что это причем я в храм посмотрел тут столько мощей благословием с каждого уголка призывает благодать это такая надолгость это такая новость Божия спаси Господи дай Господи всем служащим здесь и всем вам дорогие прихожане и всем трупшеникам помощи Божией дай Господи чтобы ваша молитва как ручьёк постекала к престолу Божию и Бог всегда слышал вашу молитву и полетоподобный на век передчинским был вашим заступником и правителем Ради вас Господь Спасибо Господи